Что детям говорить про секс? Если вы хотите воспитать забитого, неуверенного в себе, сомневающегося, перепроверяющего себя по 100 раз ребенка, девочку или мальчика, на мужчину или женщину, на самом деле не столь важно, то вы должны говорить, что секса нет. Вот не существует вообще. И не важно, что с 3 лет идет активация чувствительности, и дети испытывают определенные приятные ощущения, не отдавая себе в этом отчета. Если закапываться в физиологию, то, допустим, сосок матери – это сексуальная область для нее, но это дает ей удовольствие немножко другого уровня, чем с мужчиной. Но тем не менее, так и для него. То есть как там по Фрейду определенные периоды в жизни, да? То есть секс в основе психики, в основе тела, но вы можете говорить, что его не существует, это зло, табу и все остальное. Ну, хотите раскрошить психику ребенка своего собственного, пожалуйста, можете сделать так. Если вы хотите сформировать здорового, сильного, уверенного в себе, опять же, мужчина-женщина, да? То вам нужно плавно, поэтапно, послойно, от простого к сложному, по мере задавания вопросов, эти вопросы раскрывать. Вы не можете как бы слиться с этой темой, назовем это так. То есть вы не можете, ой, там, спроси у мамы, ой, спроси у папы, ой, давайте бабушка расскажет. Да давай не сейчас, а в 14 лет поговорим. В 14 лет ребенок будет знать кучу всего, не того, что вам нужно, и вы будете, запинаясь, ему объяснять про пестики и тычинки, серьезно. Да, ребенок может вас застать в постели, да, вам придется рассказывать много чего, вам придется заниматься образованием своих детей в этом вопросе. Настолько, насколько им интересно знать. Но если не вы, то, пожалуйста, в детском садике старшие мальчики, школа, старшие товарищи. Хорошо, допустим, если меня так попинывали парни в сторону изучения анатомии. Я там пару обидных ошибок сделал, они так смеялись на меня, когда я не те названия применил, до сих пор помню. То есть такой здоровый Степ, мне вообще везло со старшими друзьями. Родители не занимались этим вопросом катастрофически. Это была моя инициатива, но без поддержки старших моих друзей. Хорошо, что мне повезло. Привет, ребята. Мне было бы очень тяжело. В 12 лет я не был самостоятельным, и меня вели. И в 10 лет я не был самостоятельным. И в 16 лет я занимался по книгам, но уже как бы мастеров, но все равно. То есть должно быть руководство. Если вы откажетесь от руководства в этом вопросе, то ваш авторитет сразу падает процентов на 50, и в других вопросах вы уже не больно-то и авторитет. Ведь это суть жизни. А теперь, что называется к примерам. То есть приходит трехлетний ребенок и спрашивает у мамы. Такой типичный пример, на самом деле, но частенько так обсуждается. Мама, откуда я появился на свет? Мама ему такая, ты родился? Он такой, хорошо. Все, и до 5 лет он свято уверен, что он родился, его абсолютно не интересуют детали. В 5 лет он приходит, мам, слушай, а там как-то рассказывают, там мужчина что-то с женщиной, там она такая, ну да, там папа с мамой друг друга полюбили, а потом ты родился. Он такой, а все, понял. Все, до 7 лет ребенка не интересует, он свято уверен, что родители ему говорят правду. В 7 лет, там, ну допустим, он застает папу с мамой в постели, и такие, типа, а что вы кричите? Что вы ему скажете? Например, есть матери и отцы, которые, ну ты понимаешь, когда людям хорошо, они могут кричать, это не обязательно, но как бы так бывает. Он такой, а мне можно? Родители такие, ну как бы это не очень принято, но в принципе можно. Ребенок говорит, все хорошо, все, до 11 лет его ничегошеньки не интересует, там вообще другие процессы развития. В 14 лет анатомия будет интересовать каждого. Ну, ладно, не каждого, процентов 75. Что вы ему скажете? Дадите книжку «Развивайся сам», как дали мне, там какие-то фирмы, что ли, каких-то прокладок выпускала, такие брошюрки для 14-летних. Короче, к этому моменту мне старшие показали порнофильмов столько, что в принципе анатомию я сдавал в ВУЗе уже не читая учебник по анатомии. Вы думаете, кого-то минует вот эта вот идея? Где-то нужно учиться. Полагаться на рефлекс, я говорю, 5 минут и все, и ты как бы выжатый лимон. Есть внутри нас ощущение, что нельзя полагаться на рефлекс, нужно образование, кто будет их источником. Поэтому вы можете в 14 лет этот вопрос в зависимости, опять же, от степени интереса и от того, как задан вопрос. На него отвечать. Таким средним уровнем считается подсовывать такую литературку, такую проверенную, случайно на видном месте оставлять, там в туалете где-нибудь. Типа папа забыл. Если ребенок видит, что вы хотите дать ему какие-то знания, в тех объемах, какие у вас есть, опять же, всегда можно очертить свои границы. Вот это я знаю, вот это умею, вот это извини, не умею, сын, тебе придется учиться. Ну, хотя бы и дочь. Это уже контакт, это рост вашего авторитета. И в конце концов, вы формируете отношения, а не сами знания. То есть вы показываете пример, как этим пользоваться. Со знаниями там в современном мире нормально, интернет большой. И дальше, 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 потом этот контакт плавно выливается в то, что мама как-то там первого-то растила. Ну-ка, рассказывай мне тут, как пеленать-то. Преемственность поколений. Все довольны, все счастливы. Может быть, вы подкинете молодым идею, что вы там не хотите подготовиться, а то внука потом править как бы не очень охота. Может, вы как-нибудь организуетесь. У вас будет авторитет, он планово растет. Если вы где-то посеете раскол, раскол посеять очень просто. Не ответить вовремя на вопрос или ответить скомканно. Но потом это будет очень трудно налаживать. И наоборот. Вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Вот такая штука. Проверял. Правда, у меня такого счастья было редко. Ну, пусть будет больше.